Воздушная цель. ПВО Беларуси сбили украинскую ракету. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Где обнаружили обломки. Новый год стучится в двери. Мэр города поздравил пациентов в детской больнице. Позарик, держи. Это дедушки Мороза, который тебе принес. Поправляйся. Самое главное, не болей. Прошла. Кому еще заглянул праздник? Упакуйте, пожалуйста. В Бобруйске во все работают елочные базары. Для праздничного декора отлично подойдет пушистый новогодний букет из еловых веток. Крутые решения или нестареющая классика? А также главное представление, спортивный дух и сбалансированное меню. Правительство меняет правила школьного питания, кто теперь сможет обедать бесплатно. Срочная новость. На территорию Беларуси упала украинская ракета. Как сообщает Министерство обороны, в районе 10 часов утра силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. После обнаруженного на сельскохозяйственном поле в Брестской области предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300. Сведений о пострадавших пока нет. В настоящее время осмотр продолжается. Опрашиваются очевидцы. Подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Президент был немедленно проинформирован о падении украинской ракеты на территории Беларуси. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, Министерства обороны и УВД. Как в сказке, в дворце республики состоялась главная елка страны. На праздник собрались почти 2500 ребят. Те, кто по разным причинам остался без родителей, а также воспитанники приемных семей, малыши из семей беженцев, победители конкурсов и олимпиад. Дети Донбасса, которые по приглашению благотворительного фонда Алексея Талая находятся в Беларуси. Все они после красочного новогоднего представления под названием «Созвездие Зубра» не ушли без подарков. Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит, государство существует, общество здоровое. И, конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающие под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как-то принято сейчас, как вы делаете, а помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Главный герой сказочного представления, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Но вдохновитель всего масштабного благотворительного проекта «Наши дети» – президент. Александр Лукашенко всегда приезжает на главную елку. И сегодня белорусский лидер подчеркнул – желание взрослых одно и очень простое – видеть улыбки детей и знать, что они в безопасности. Тепло, внимание и забота – самая масштабная республиканская акция «Наши дети» продолжает согрева сердца. Взрослые дарят праздник тем, кто его ждет. Марфон Добра заглянул и в Бобруйскую детскую больницу. С подарками к маленьким пациентам приехал мэр. Счастливые глаза мальчишек и девчонок заглянула Татьяна Горбач. Поскорее выздороветь и оказаться дома. У этих ребят одно общее желание. О нем они расскажут, разве что сказочному волшебнику. В Бобруйской детской больнице сейчас 74 маленьких пациента. И все они ждут новогоднего чуда. В гости приходят Дед Мороз со Снегурочкой. С наступающими праздниками поздравляет и мэр города. Каждому в подарок конфеты и самые теплые пожелания. Подарочки, держи. Это Дедушка Мороза, который тебе принес. Поправляйся. Самое главное, не болей. Хорошо? Малышке Ульяне всего три. Но она уже знает, что такое капельницы, уколы и КТ. У девочки тяжелая форма двусторонней пневмонии. Новогодние праздники вместе с мамой встречает в больнице. За недели, проведенные здесь, люди в белых халатах стали почти родными. А комфортабельная палата превратилась в место для чтения и игр. Но так хочется домашнего уюта и настоящего волшебства. Огромное спасибо руководству города, что нас поздравили. У ребенка много эмоций, много восхищений. Огромное спасибо. Акция, которая проходит у нас заблаготворительная, наши дети. И мы принесли сегодня подарочки. Вы видели, как у детей горели глаза, как они были довольны. Самое главное – здоровье, чтобы они 31 декабря были с мамами и папами. Гостей встречают и в доме семейного типа «Солодких». Подарки дарят глава администрации и отдел образования Первомайского района. К поздравлениям присоединяются сотрудники Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Передают канцелярские принадлежности, бытовую технику, сертификат на полторы тысячи рублей и сладкие угощения. А новогоднее настроение создают Дед Мороз и Снегурочка. Я хочу поздравить всех бабучан с Новым годом. Пожелать, чтобы именно в новогоднюю ночь та сказка, о которой мы мечтаем, и то новогоднее чудо, зайдя в дом, поселилась в наших домах и в наших сердцах навсегда. Чтобы свое тепло, свое счастье и, скажем так, то мирное небо, которое в настоящий момент есть на нашей любимой Беларуси, сохранилось. Сказка заглядывает также в семью Карахановых. Руководство Ленинской администрации совместно с представительством Беларусьбанка поздравляют ребят и дарят подарки. Сладкие боксы, канцелярия, книги по финансовой грамотности и, что самое главное, телевизор. Его планируют повесить на кухне, чтобы вместе смотреть мультики. А живут тут восемь прекрасных детей. При любых обстоятельствах здесь есть место добру и взаимопониманию. Это радость, это счастье, это улыбки на лицах, это то, для чего мы есть, для чего работаем. Не только по поводам. Иногда они обращаются, нужна какая-то помощь со стороны исполкома, администрации. Мы незамедлительно реагируем на любую просьбу. Посещаем и дома семейного типа, и приюты, и дошкольные учреждения, и школьные учреждения. Помогаем компьютерами, подарками, коллектив собирает тоже деньги, закупаются подарки, сладкие подарки, игрушки. За четверть века самая масштабная республиканская акция «Наши дети» стала белорусским брендом. Марафон добра продлится до 15 января. За это время не только долгожданные подарки, но главное – тепло и заботу получат свыше трех тысяч мальчишек и девчонок. Ребята произнесут заветное «Елочка, гори», расскажут стихотворение и попросят о маленьком чуде. А зимний волшебник его обязательно исполнит, ведь в Новый год иначе быть и не может. Татьяна Горбач, Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Голубое топливо, школьное питание и социальная программа. Торговые сети продлевают скидку для уязвимых категорий населения, сколько уже сэкономили белорусы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Торговые сети продлевают социальную программу для уязвимых категорий населения. Условия все те же – 29 позиций в 14 крупных объектах. Как отметили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, проект приобрел большую популярность. Магазины выдали более полутора миллионов скидочных карточек, а сумма, которую сэкономили белорусы, превысила 21 миллион рублей. В Беларуси увеличились вносы страховых организаций. Так, за 11 месяцев счета компании пополнились более чем на миллиард 600 миллионов рублей. Большую часть традиционно составляют добровольные полисы. Таких договоров свыше 65%. Выручка от подобных услуг в январе-ноябре превысила миллиард рублей. За неполный год клиентам выплатили на 150 миллионов больше, чем за этот же период 2021-го. К концу пятилетки в 300 малых городов и деревень проведут газ. В этом году голубое топливо появилось в 20 тысячах квартир по всей стране. В эксплуатацию ввели около 800 километров газопроводов разных категорий. К домам поступит и электричество, которым будут отапливать жилфонд и нагревать воду. Тем самым к 2025-му условия жизни улучшат в 1800 населенных пунктах. Продолжение следует... Продолжение следует... Среди них Минск, Витебс, Гомель, Солигорск. Церемонии открытия и закрытия запланированы на 5 и 13 августа. В программе баскетбол, гандбол, пляжный волейбол, мини-футбол и хоккей на траве. Задачи, которые необходимо решать. В Бобруйске прошла 46-я очередная сессия Городского совета депутатов. На повестке дня более 20 актуальных вопросов. Среди основных показатели прогноза социально-экономического развития Бобруйска на 2023. Наполняемость бюджета и инвестиционные программы. Год был непростым. Тем не менее, в городе на четверть выросло промышленное производство. На 14% увеличилась заработная плата. Положительная сальда товаров и услуг составила более 160 миллионов долларов. Достигнут наилучший результат за последние 8 лет. Это позволило запланировать на следующий год реализацию ряда проектов. Таких как совершенствование городской инфраструктуры, строительство улиц, путепроводов, мостов, возведение многофункциональных торговых центров. В инфраструктуре образования планируется строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Киселевичи. И объемом финансирования 15 миллионов рублей. В инфраструктуре здравоохранения, реконструкция старого хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи. Также будет развиваться инфраструктура физической культуры и спорта, грибная база и физкультурно-оздоровительный комплекс, разработка ПСД. На сессии депутаты внесли ряд изменений в ранее принятые решения. Обсудили вопросы строительства жилья, развития транспортного комплекса, образования, молодежной политики, социальной защиты, туристической сферы и охраны окружающей среды. Запахло хвоей. В Бобруйске работают елочные базары. В ассортименте европейские ели, пушистые сосны, новогодние букеты. Есть и деревья в катках. Цены по сравнению с прошлым годом изменились несущественно. Все зависит от вида и высоты. Праздничный декор купила и Ольга Васенда. До боя куранта в два дня. Главный атрибут Нового года вовсю продают на елочных базарах. Продавцы уверяют – елок хватит всем. Сотрудники Бобруйского лесхоза планируют реализовать около полутора тысяч лесных красавиц. Ассортимент обновляют каждый день. Живая елка – это намного лучше новогоднее настроение. Это праздник в доме, это запах леса, это запах иглицы, это тактильный контакт с елочкой. Она колючая, с ней приятнее намного в доме и веселее, конечно же. Здесь продают елки и сосны до четырех метров. Стоимость варьируется от 9 до 30 рублей. Все зависит от вида и высоты. Большим спросом пользуются и деревья в катках. Новогодние атрибуты стоят до весны, а после хозяева их пересаживают на собственный участок или в ближайшем лесничестве. Их цена чуть больше – 27 рублей. Но так каждый вносит свой вклад в озеленение малой родины. Для праздничного декора отлично подойдет пушистый новогодний букет из еловых веток. Его можно украсить игрушками, мишурой или лентой серпантина. Стоимость всего 7,50. Хвойный запах обеспечен. Главное – лапки поставить в воду. После покупки продавцы обязательно выдают квитанцию. Подтверждение, что дерево срублено сотрудниками лесничества. Ведь за незаконную вырубку нарушителям грозит штраф до 640 рублей. Юрлицы и вовсе заплатят до 9600. Кроме того, придется возместить ущерб, который причинен окружающей среде. За каждую елку – 38 рублей 40 копеек. Почему вы выбираете живую елку вместо искусства? С детства привыкли, что и родители ставили дома всегда живую елку. И традиция такая. И дети у меня, двое детей, все ждут живую елку. Я живую лучше предпочитаю. А почему? Ну, живая ей живая, хоть елкой пахнет. Природа. А как украшать будете елку? Какими игрушками? Ну, у меня еще союзы остались. Даже бусы. Помню, тетушка с Москвы даже привозила. Купить главный атрибут Нового года можно на социалистической у входа на рынок. Минска 54, интернациональный 22. Всего 9 адресов. Время работы с 10 до 19. Между тем, не забудьте про украшения. В тренде – оттенки синего, красного или желтого. Вешайте много огоньков и меньше игрушек. От мишуры и вовсе стоит отказаться. Минимализм нынче в моде. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Вобруиск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok